Это на фотографии центральный портник входной нашего института. И об образовательных программах расскажу вам я, Владимир Иванов, который сейчас возглавляет этот институт. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, у нас на физтехе сегодня 10 кафедр. В целом это 1800 обучающихся, 65 специализированных научных лабораторий. И все это поддержка для 10 программ бакалавриата и 17 программ магистратуры, которые вы можете выбрать для своего обучения. Следующий слайд. Перед вами программы бакалавриата. У нас очень широкий спектр программ. Это группа прикладная математика и физика. Дальше есть бакалаврская программа по информационным системам. Далее идут программы электронного типа. То есть это электроника и наноэлектроника. Дальше приборостроение. И биомедицинские системы и технологии. Переходим дальше. Группа 14. Это бакалаврская программа ядерная физика и технологии. Дальше у нас есть группа химические технологии. И ряд направлений, которые посвящены организации производства, качеству производства. Это quality management и innovation. И, наконец, самая молодая наша программа – это наноэнженерия, которая замыкает этот спектр. Следующий слайд. Прикладная математика и физика – это наша программа с наибольшим объемом математических дисциплин и специальных разделов физики. Современная тенденция развития этой программы – это квантовый компьютинг, программирование и расчеты на квантовых компьютерах, для которых требуется, по крайней мере, знание специальных разделов физики. И приложение квантового компьютерах к машинному моделированию материалов и процессов фундаментальной физики. Следующий слайд. Информационные системы в науке и в социуме – это системы, которые ориентированы на поддержку процессов, которые развиваются в нашем обществе. Наша специализация – это системы поддержки медицины, системы поддержки банкинга и различные приложения для социальных проектов и аспектов. Следующий слайд. Электроника и наноэлектроника. В этих дисциплинах эта программа реализует две траектории. Одна из траекторий – это изучение микро- и наноэлектроники и материалов для создания законченных устройств. И вторая программа рассчитана на освоение процессов, которые развиваются в силовой электронике. Это мощные ускорители электронов либо лазерных потоков с экстремально высокими комплектами. Эта программа мы реализуем во взаимодействии с Академическим институтом электрофизики Уральского отделения Академии наук. Следующий слайд. Приборостроение. Комментарии здесь из внешними. Любое современное производство нуждается в автоматизированном сопровождении. Значит, эта программа реализуется на кафедре физических методов и приборов контроля качества. И это создание законченных устройств для неразрушающего контроля изделий и материалов. Следующий слайд. Программа биомедицинские системы и технологии нацелена на освоение, на начальное знание тех процессов, которые формируются и развиваются в человеческом организме. Для понимания того, каким образом технические устройства могут быть применены для контроля этих процессов. То есть в медицине это диагностика и, соответственно, в обрешательство в эти процессы это терапия. То есть отличительная особенность этой программы – это освоение высокотехнологичных устройств, которые составляют сейчас парк диагностической и терапевтической медицины. Ну а также, конечно, поддержка и научных исследований в этом направлении, а также вопросы дистрибьюции, распространения сложных медицинских приборов. Следующий слайд. Программа ядерной физики и технологии. В этой программе у нас три траектории. Эта программа направлена на поддержку предприятий, где реализуется, соответственно, ядерно-топливный цикл или реализуются практические приложения атомной энергетики. И вот три направления. Первое – это математическое моделирование и, соответственно, реакторные технологии. Значит, направление вторая траектория – это электроника и автоматика физических установок, где изучаются, соответственно, приборы, сопровождение и управление такими сложными комплексами. Ну и, наконец, третья траектория – это менеджмент инновационных проектов в ядерной индустрии, то есть там, где реализуются все эти процессы. Следующий слайд. Программа «Химическая технология новых материалов». Ну, исторически, наверное, это самое первое направление, которому готовили на физико-технологическом институте, как бы это странно ни звучало, поскольку все-таки доминирующая часть процессов, которые сопровождают ядерную отрасль, это процессы химические. Итак, отличие программы, которая реализуется на нашем институте – это работа по извлечению, переработке, концентрированию редкоземельных элементов, включая элементы урановой группы. Ну и, соответственно, отдельная часть специфической этой программы – это то, как дезактивировать, делать более удобными для захоронения те отходы, отходы высокой, средней и низкой активности, которые являются неизбежным следствием эксплуатации атомных станций и других, как говорится, заводов ядерно-тупливного цикла. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, менеджмент качества или управление качеством. Значит, ну, здесь программа говорит сама за себя. В настоящее время для того, чтобы вписываться в мировую экономическую систему, необходимо соблюдать определенные правила организации производства, начиная от входного сырья, сами производственные процессы, выпуск продукции. То есть все это должно соответствовать международно признанным нормам и стандартам. И вот в рамках этой программы ребята изучают так или иначе все группы стандартов, которые лежат в этом направлении, соответственно, и учатся сопровождать, значит, организацию современного производства так, чтобы предприятие успешно могло работать как на внутрироссийском, так и на международном рынке. Следующая программа. Значит, инновации и интеллектуальная собственность, так. Ну, в любом случае, стартовое развитие сейчас всех экономических новинок во всем мире, оно примерно одинаковое, да. То есть это организация начальных стартапов, поиск пассивного финансирования и затем доведение технологий, которые рождаются вот в рамках стартапа до промышленного внедрения. Эти процессы всегда сопровождаются вопросами создания новой интеллектуальной собственности, а также вопросами ее охраны. И самое главное, значит, создавая как бы что-то новое, надо всегда быть уверенным, что вы не создаете это после кого-то, то есть вы не нарушаете чьи-то авторские права, что потом на стадии промышленной технологии может нести значительные финансовые потери. Итак, вот, значит, итак, стартапы, его работа и, значит, умение защитить свою интеллектуальную собственность и умение, значит, определить, что вы не нарушаете ничьи авторские права. Вот это изюминка программы бакалавриата, инноватика и интеллектуальная собственность. Следующий слайд. Ну, наноинженерия. Ну, наноинженерия – это программа, которая, значит, самая новая из программ, которая открытая на физтехе, да, то есть наноразмерные материалы. От научных исследований таких материалов до создания новых промышленных технологий известно, что если вы конечный продукт создаете из стартового сырья в наносостоянии, то сам продукт обладает совершенно иными, более, значит, интересными свойствами, так, и повторяю этот тренд, как бы, сегодняшнего дня, и поэтому физтех, который всегда работал с такими материалами, но до поры до времени они назывались у нас мелкодисперсными. Тем не менее, это были материалы, которые имеют характерный размер десятки, сотни и, может быть, даже единицы нанометров, то есть и в атомной отрасли такие материалы использовались всегда, но поскольку сейчас, вот, сказать, модное название нанотехнологий, наноинженерия, поэтому наша программа называется сейчас наноинженерия, да, то есть вы поймете, что такое наноматериал, ну и, соответственно, как из этого наноматериала создавать законченные изделия, продукты и, значит, потребительские материалы совершенно нового, уникального качества. Закончив одну из вышеперечисленных программ бакалавриата, вы можете, значит, выбрать на физтехе ряд программ магистратуры, мы их подробно не характеризуем сегодня, значит, это прикладные математика и физика, соответственно, это две программы в области информационных систем и технологий, то есть наше отличие от других институтов нашего университета в том, что наши информационные системы сопровождают высокотехнологичное производство, к которым относятся в том числе и предприятия нашей ядерной отрасли, то есть предприятия госкорпорации Росатом. Две программы магистратуры – это материалы микро- и наноэлектроники, и физическая электроника, значит, могут быть предложены ребятам, которые окончили бакалавриат по этому направлению. Соответственно, программа фактически приборостроения – это методы устройства контроля качества, значит, тоже есть логическое следствие развития своих компетенций в области приборостроения, которое нацелено именно на неразрушающий контроль. Мы здесь подчеркиваем это, да, мы работаем с физическими методами и полями, значит, и таким образом мы говорим, даем заключение о свойствах и качестве материала, не разрушая эти материалы. Значит, биомедицинские системы и технологии – это технологии ядерной медицины. Наверное, эта программа похожа немного на предыдущую, но в данном случае речь идет о неразрушающем контроле человеческого организма. То есть вы знаете, что есть два направления изучения процессов в организме. Это разрушающие, когда у вас берут анализы, какие-то биопсию, забирают какие-то материалы из вашего организма и потом их, ну, фактически разрушают, то есть анализы. Но, значит, мы здесь занимаемся созданием неразрушающих методов, то есть все методы современной диагностики, УЗИ-диагностика, МРТ-диагностика, методы ядерной медицинской диагностики – это однофотонная эмиссионная, компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография. Вот в основном это, значит, круг задач, которые решаются в магистратуре по биомедицинским системам и технологиям. Программы ядерной физики и технологии, их две – это высокоэнергетичная физика, то есть это физика процессов, которые рождают на выходе экстремальное воздействие на материалы, на приборы. Значит, соответственно, это высокие токи, высокие радиационные поля. И одновременно программа технологии радиационной безопасности, которая учит верно учитывать радиационный фактор, чтобы те процессы производства, которые имеют в составе радиационный фактор, те же самые медицинские технологии, если хотите, да, которые используют для изучения, были безопасны для человека. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, три программы, которые развивают компетенции студентов в области химических технологий. Это аналитический контроль природных и технических объектов, включая, значит, рассеяние в природной среде, миграцию радионуклидов, значит, которые присутствуют и в природе, и вокруг, соответственно, химических объектов. Соответственно, программа, которая, значит, развивает компетенции в области редких и редкоземельных, значит, металлов, значит, в основном мы развиваем методы подземного ущелачивания в качестве методов извлечения материалов, таких редко встречающихся в земной коре, ну и их последующей переработке с получением конкретных конечных сплавов для, как исходного сырья, для дальнейшего использования. Ну и, соответственно, администрирование, значит, в области радиохимических технологий, значит, это третье направление, соответствующее, значит, магистрского направления. А дальше близкая к этим направлениям программа в области материаловедения, но здесь мы работаем в основном с материалами, которые соприкасаются с очень агрессивными средами. Например, хороший пример здесь, это внутренние стенки ядерных реакторов, соответственно, ну, либо внешние оболочки элементов, которые погружаются в ядерный реактор. Такие среды должны выдерживать очень высокие температурные, агрессивные химические и, конечно, радиационные поля. И поэтому, значит, надо, наверное, сказать, что эти материалы очень близки к материалам, которые используются и в космосе, да, то есть везде нужны материалы с экстремальной стойкостью, да, которые не разрушаются в течение длительного времени. Ну, например, атомные станции сейчас на эгаблоке работают с заявленным сроком 50 лет, современные, значит, конструктивные решения позволяют продлить это и до 75 лет во время эксплуатации и реакторации. Ну, и дальше программы стандартизации и метрология, да, то есть это техническое регулирование и менеджмент качества. На предприятиях, соответственно, инновационные проекты интеллектуальной собственности, да, программа, которая развивает соответствующее направление бакалавриата. Значит, наноинженерия, ну, слово комментировать дальше не буду, это наноинженерия материалов и устройств. И на физтехе есть еще одно направление, это социальная работа. В данном случае мы, значит, это направление было организовано в рамках изучения специфических социальных процессов, которые развиваются в закрытых административно-депутальных образованиях, где обычно располагаются предприятия ядерно-топливного цикла. Такие предприятия и образования есть по всему миру, ну, и, соответственно, вот исследование социальных проблем в этих достаточно немногочисленных, то есть не малочисленных, но удаленных от значительных городских конгломераций территорий, и, значит, посвящена эта магистратура. Ну, и на следующем слайде мы хотим показать о том, что на физтехе, как и на других институтах нашего университета, есть значительное количество современного оборудования ведущих мировых производителей. В составе нашего института работают три ведущих научных школы, соответственно, Уральского федерального университета. Ну, и, как уже говорилось, это 65 исследовательских лабораторий совершенно различной направленности. Ну, и научный и образовательный центр наноматериала и нанотехнологии. Это, пожалуй, единственная структура, которая вынесена у нас за пределы компактного здания нашего института, но располагается, значит, не совсем далеко на территории кампуса Уральского федерального университета. Все лаборатории к услугам обучающихся, и принцип физтеха такой, что чем раньше вы начинаете свою исследовательскую и геобидальную работу, тем ваше обучение становится более эффективным. Здесь большие инновационные проекты показаны, которые решает физико-технологический институт. Слева – это линейный ускоритель электронов, на базе которого функционирует инновационно-университетский центр радиационной стерилизации и модификации изделий методами радиационной химии. Мы стерилизуем одноразовые медицинские изделия. Мы можем показать вам, как делать радиационно-модифицированные термоусадки. В недалеком будущем, надеюсь, что в конце этого года мы начнем производить радионуклиды медицинского назначения и законченные радиофарматистические препараты, так называемые, для поставки в медицинские учреждения нашего города и региона с целью выполнения диагностических и янерно-медицинских процедур. Ну и вот картинка одной из такой диагностической процедуры показана в правом нижнем углу. Это томограмма, судя по всему, головного мозга. Следующий слайд. Отличительной особенностью того образования, которое исповедуется на физико-технологическом институте, это совершенно такие обширные знания в области математики, затем физики или химии, в зависимости от того, какую дисциплину вы выберете. То есть это в большом объеме или специальные разделы физики или столько же больших специальных разделов химии. Ну и, конечно, компьютерные науки, которые помогают сейчас хоть в химии, хоть в физике. Без них, как говорится, никуда. Ну и, наконец, то, что сейчас во всем университете подается как модное ныне проектное обучение. На физике существовало всегда. Называлось оно, правда, по-другому. Это научно-исследовательская работа студента. Со времени организации всех физиков в районе 50-х годов прошлого века базовым элементом обучения является ваша собственная самостоятельная работа. Она может делаться индивидуально, она может делаться в рамках проектной команды, но, тем не менее, она должна быть, и это неотъемлемый фактор обучения. Все, кто придут к нам учиться, будут совершенно спокойно ею заниматься. Это наша конференция. То есть все свои научные достижения, индивидуальные, вы можете продемонстрировать и в рамках конференции, которая уже в этот раз будет, по-моему, в седьмой или в восьмой раз проводиться на физтехе. Обычно деконференция проходит у нас в конце мая, и зачастую это первая публикация наших студентов, а может быть уже и не первая, а сейчас это состоявшиеся мероприятия, и наши доклады мы публикуем в журналах, которые цитируются в международных базах данных, как это требует сегодняшний уровень обучения в университете. Следующий слайд. Ну, когда вы занимаетесь плотной наукой, вы должны где-то релаксировать, и, соответственно, физтех всегда был бедером в художественной самодеятельности. Некоторые ведущие танцевальные и спортивно-танцевальные на коллективы нашего университета зародились на физтехе. Дальше. Спорт. Физтех и спорт неразделимы. До того времени, когда у нас на университете не создался специальный институт физической культуры и туризма, в рамках которого обучаются, конечно, в том числе и звезды мирового спорта. Но физтех – это, скажем так, народный спорт, спорт массовый, и он всегда в группе лидеров, но обычно занимает после, сейчас после института физкультуры устойчивое второе место в любых видах спорта, которые вы выберете. Ну, это различные активности, которыми занимаются ребята первого курса. Вот буквально в эту субботу, то есть позавчера, состоялся наш традиционный слет ребят первого курса и завершающего, то есть 130 человек, выезжало на загородную базу, в рамках которого проводились различные эстафеты, конкурсы, квесты. Два дня ребята вчера после обеда вернулись. Ну и это, значит, тоже мероприятие, которое объединяет студентов из разных групп и разных направлений обучения нашего института в единый сплоченный коллектив в одну большую физтеховскую семью. Ну и следующий слайд. Ну, если вы видите эту презентацию, если вас, соответственно, заинтересовал наш рассказ о направлениях физтеха, мы приглашаем вас к нам лично. Значит, вот прям заходите в одну из дверей этого портала, поднимаетесь на второй этаж, ищите администрацию, если вы хотите побеседовать лично. Если нет, мы всегда готовы к общению с вами в сети в виртуальном формате, как это сейчас выглядит. Вы видите, да? Ну и, значит, всех, кто заинтересовался, мы ждем вас на нашей приемной компании, которая, как и во всем университете, стартует, наверное, в конце июня, да? Где-то сразу после того, как шапочки наших выпускников или конфидератки взлетят вверх. Значит, это где-то 26 июня произойдет, ну и сразу после этого стартует приемная компания в УТИ. Значит, спасибо за внимание. Приглашаю всех учиться на физтехе. Это интересно. Это, значит, плодотворно. То есть тот объем знаний, который вы получите, окончив физтех, это верный поплавок в дальнейшей жизни. Спасибо. Мы всех ждем на физтехе. Владимир Юрьевич, Андрей Алексеевич, большое вам спасибо за проведенную презентацию. Мы ее всем тем, кто зарегистрировался, вышли вместе с записью, с субтитрами. И если вы не против, мы на Ютьюбе запись в открытый доступ тогда оставим. Ну, вполне никаких ограничений нет. В рамках нашей презентации мы показали те направления, которые доступны для, значит, открытого обучения, в том числе и для ребят из-за рубежа. Ну и здесь не показано наше направление, на которое мы, к сожалению, не можем принимать ребят иностранного происхождения. Спасибо. Спасибо вам большое. В таком случае завершаем. Да, завершаем. Все, спасибо, коллеги. До свидания. Совсем на отличный день. До доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok